Девушки отдыхают Нейл Перри. Свежие и быстрые. Добро пожаловать на нашу программу. Я собираюсь приготовить очень простое блюдо. Тушеную синегласку с виньярками. Это нечто испанское, поэтому наливаем на сковородку оливкового масла. Я уже поджарил немного семян фенхеля. Это мы используем в качестве приправы, так же, как горошек, чеснок и петрушку. Кладем их в ступку. Можно смолоть и на мельнице для специй. Бросаю дольку чеснока. Хорошо разогреваю сковородку, чтобы на рыбе получилась корочка. Затем мы все смешаем, добавим куриный бульон и белое вино, моллюсков, горошек, накроем крышкой. К тому времени, как раковина раскроется, все уже будет готово. Побольше петрушки. И у нас получится очень простое и вкусное рыбное блюдо с чудесным запахом и вкусом, которое готовится недолго. Так, хватит. Сначала кладем рыбу, потому что я не хочу, чтобы чеснок подгорел. Сковородка достаточно горячая. Отличная синеглазка, купленная утром на рынке в Сидне. Наса достаточно плотная. Вот так. Надо посолить. Не слишком много, поскольку венерки откроются, и в них будет морская вода, которая даст потрясающий прифус. Кстати, мы используем сок моллюсков во многих жидких рыбных блюдах. У меня здесь есть куриный бульон, потому что я не очень люблю рыбный. По-моему, он начинает давлеть над вкусом и запахом блюда, поставив больше часа. Я считаю, что куриный бульон придает густоту, но при этом он нейтральный. Так, теперь я брошу горошек, чтобы хорошо его пассеровать. Я мог бы добавить анчоусы, каперсы, все, что обогащает букет. Они все прыгают с места на место. Так кладем чеснок и фенхель. Вот так, ну, прямо как попкорн. Переворачиваем рыбу. Немного белого вина. Немного куриного бульона. Наливаем на высоту около сантиметра. А теперь все это надо выпаривать. Горошек размягчится. Кладем венерки. Петрушку. Не скупитесь, потому что это все для вкуса и для запаха. Еще немного оливкового масла. Убавим огонь, чтобы кипело потихоньку. И следует накрыть крышкой. Вернее, другой сковородой. Вы тоже можете сделать так, если у вас есть две сковородки одинакового размера. Это поможет собрать пар. От него моллюски откроются, а к тому времени рыба будет уже мягкой. А ведь для этого мы ее и тушим. Пахнет потрясающе. Соль от венерок, нота петрушки, чеснок, фенхель. Все смешалось, и у меня получился отличный бульон, который я использую в качестве аппетитного соуса. К этому блюду очень подходит рис, вареная картошка. И вот так же можно приготовить и стрески морского окуня или хека, как делают в Испании. Кладем рыбу на тарелку. Видите, она только чуть-чуть разварилась. Вот она, красавица. А все остальное сверху. Так же можно использовать и мидии. Но венерки – потрясающая вещь, поскольку они немного слаще, чем мидии, но они есть в Австралии. Насколько отличных моллюсков есть в Европе или в Штатах. В мире бесконечно много съедобных моллюсков. Итак, по-моему, это выглядит очень красиво. Я люблю простую еду. Именно это мне нравится в испанской, турецкой и марокканской кухнях. Множество ингредиентов, тушеных вместе, потрясающий букет. А что может быть лучше? Филе синегласки, оливковое масло первого отжима, семена фенхеля, морская соль, чеснок, свежий горошек, белое вино, куриный бульон, венерки, петрушка. Синегласку называют также тревалла и глубоководное тревалли. Я приготовлю очень простое блюдо, жареного и запеченного цыпленка. Разрежу тушку вдоль спины, раскрою ее, оттяну кожу и начиню чесноком, проваренным в курином бульоне до размягчения, а также с солью, петрушкой и кориандром, небольшим количеством тмина и шафраном. Сначала я поджарю его на сковороде на открытом огне, потом поставлю в духовку на 15 минут, затем выну и оставлю дойти на 10 минут. Получится замечательно. Итак, мне нужно разрезать этого малыша вдоль спины. Нажать на грудинку, повернуть к себе, оттянуть кожу, засунуть палец внутрь и дальше по груди и бедру, затем сделай то же самое на другой стороне. Масса ощущений, потрясающий опыт. Какой скользкий цыпленок, но так хорош на ощупь, когда свежий. В этом все дело. Итак, я просто сделал карман под кожей цыпленка. И старайтесь по возможности не порвать ее. Вот так. Готовим смесь. Мягкий чеснок, соль, перец, нарезанный свежий кориандр, побольше, будет прекрасный запах, свежая петрушка, как всегда, много зелени. Тмин я обжарил и смолол. Я продолжаю все это смешивать. Предпочитаю делать это в ступке, потому что ее легко мыть. Я не пытаюсь сделать пюре. Я хочу просто все перемешать. Толщом. Можно и в блендере. Так. Теперь мы берем ложку. Накладываем в полость, задвигаем дальше вниз, на грудку, затем по ножке, вот так, и повторяем, и повторяем, и повторяем. Я устроил здесь основательный беспорядок, но это так весело. Наш цыпленок готов к жарке. Нужно его посолить. Тщательно. Сковородка разогревается, оливковое масло, лимон, кусочек сливочного масла, соль, перец. Его хватит на 3-4 человек, или на 2-4. Очень голодных. А если вам нужно накормить побольше, возьмите пару цыплят. А жарить нужно не больше 15 минут. Тщательно следя за всей процедурой, поливаем лимонным соком, оливковым маслом. Вот так. Готово. Сковородка раскалилась. Должно отлично подрумяниться. Еще немного оливкового масла. Если хотите, кладите сливочное, а также тимьян. Еще я добавлю нарезанные лимоны, они станут коричневыми, и потому их можно съесть. Духовку я поставлю на 220 градусов, или даже на 240, так будет еще быстрее. Но это блюдо можно приготовить и на барбекю. Я начинаю поворачивать сковородку. А теперь надо положить цыпленка. Должен получиться приятный цвет. Немного встряхиваю его, чтобы не приставал. При этом способе готовки мясо не отделяется от костей, сохраняет сочность. Можно использовать гриль, даже оставить на открытом огне и пассеровать в течение 45 минут. Разрезанного таким образом цыпленка можно быстро приготовить самыми разнообразными способами. и так. Это получилось потому, что я все-таки надорвал кожицу, так что старайтесь обходиться с ним понежнее. В духовку. А давайте пока сделаем перерыв. Мы скоро увидимся. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Нейл Терри. Вот мы снова встретились. Цыпленок успел пропечься и постоять 15 минут, так что он совсем готов. Вы посмотрите, какой цвет. Начинка выполнила свое предназначение. Сделала его изумительным. Перекладываем на разделочную доску. Режем на части. Сначала ножки. Очень хороший способ резать вдоль. В китайском стиле. А вот и наша начинка. К цыпленку подойдут салаты. Например, из помидоров. Зеленый салат посреди стола. Все разбирают цыпленка, накладывают горли. Так. Теперь надо добавить масло, немного лимонного сока. И полью и мясо. Поливаю. И можно подавать нашего испанского цыпленка. Чеснок, сок, цыпленочек. Фантастическое произведение. Чеснок, вскормленный кукурузой цыпленок, кориандр, петрушка, молотый тмин, шафран, лимонный сок, соль и перец, а также оливковое масло. Считается, что куры были одомашнены в Китае около 4 тысяч лет назад. Нет более классического испанского блюда, чем паэлья. Я собираюсь приготовить ее с кальмаром и приправить соусом айоли. Много чеснока, я даже положу в нее чили, хотя это не обязательно. И очень важный ингредиент. Караспара, испанский рис. Он похож на арборео. Короткое зерно, даже короче, чем арборео. И его главное достоинство в том, что он не распадается полностью во время готовки. Я разогреваю масло. Кладу нарубленный испанский лук. Если хотите, можете нарезать его соломкой, как кальмара. Теперь чеснок. Нам надо перемешать. Немного морской соли. И аромат будет прекрасный. Я собираюсь добавить чернила кальмара, которая имеет солоноватый вкус, поэтому на данном этапе важно не пересолить. Еще немного масла, чтобы лук как следует размягчился. И чеснок тоже, чтобы рис пропитался маслом, когда я его положу. Пусть покипит пару минут на медленном огне. При приготовлении паэлли очень важно не перемешивать слишком сильно. Это не ризотто. Здесь все наоборот. Нужно, чтобы было достаточно жидкости. Затем, в течение 20 минут, время от времени, немного встряхивать, чтобы рис не приставал. Он приобретет отличный темный цвет. Главное, чтобы зерна не слиплись. В этом основное очарование блюда. Периодически встряхиваем, и все. Так достаточно. Кладем кальмара. Есть два варианта. Потушить кальмара, вынуть его и снова положить, когда рис будет почти готов. или готовить вместе с рисом. При этом он становится плотным и действительно будет составной частью блюда. Именно так я и поступлю. Так. Теперь пусть тушится 3-4 минуты, чтобы он потемнел. На специальной сковороде для приготовления паэльи можно сделать это блюдо на двоих, на четверых, да даже на 20 человек. Я видел, как готовили паэлью на 60 человек, на огромных сковородках, на открытом огне. Это блюдо рождает ощущение творчества. Так, теперь дополнительные ингредиенты. Крошки чили. Мне нравится, как он сочетается с чернилами. Немного очень острого перца. Можно положить и сладкий, но острый привкус тоже нужен. Можно добавить копченый бекон или панчетто. Это сделает вкус еще более многообразным. Продолжая тушить, кладем одну-две чайных ложки петрушки. Петрушка нам нужна для запаха. Чернила кальмара. Их можно купить. Так, или в пакетиках. А можно достать чернильный мешок из кальмара и вычистить. Трудная работа, но вкус будет замечательный. Добавим немного томатной пасты. Это тоже по желанию. Можно положить и помидоры. Перемешаем все. А теперь самое время для риса. мне нужно покрыть его овощами и маслом, а затем добавить жидкость в пропорции три к одному. Видите, появляется черное пятно. А в результате у нас получится полноценное блюдо. Нужно подавать его салатом и бокалом красного вина. А если будете в Испании, вы просто обязаны попробовать паэлью. Они готовят ее и с макаронами, с самыми разнообразными продуктами. Так, немного куриного бульона. Можно и рыбный бульон. Но я считаю, что куриный не так влияет на общий вкус блюда. Теперь все хорошенько перемешиваем. И остается только ждать. Каждые пять минут будем встряхивать. Каждые пять минут запомните это. И так паэлья готова. Она хорошо выпарилась. Рис не разварился. Еще немного петрушки. А теперь осталось только выложить все на тарелку. Ведь у нас вышло прекрасное блюдо. Выкладываем. Кусок хрустящего хлеба. Добрый бокал красного вина. Я уже сделал ойоли. Там много чеснока. Он очень острый. Кладем его побольше. Прямо сленки текут. Просто не могу дождаться, когда закончатся съемки, и я смогу съесть это на ланч. Но этот час наступит. Софиты погаснут, и я буду есть. Испанский лук, чеснок, кальмар, крошки красного перца, острая паприка, петрушка, чернила кальмара, томатная паста, рис для паэльи, куриный бульон, айоли. Кальмар может менять цвет в зависимости от окружающей среды или создавать на коже фальшивые глаза. Теперь я приготовлю рыбное блюдо тажин. Оно простое. Ставим сковородку. Это не пригорающая сковородка. Я положу рыбу с шербулой, перемешаю, добавлю ямс, помидоры, финики, красный перец, оливки, залью бульоном и посолю. В марокканской кухне тажин это также название посуды, горшка с конической крышкой, в котором блюдо томится на открытом огне. В нем готовится все. От морепродуктов до различных видов мяса. Итак, я разогреваю сковородку как следует, чтобы получилась хрустящая корочка. Можно использовать обычную сковородку. Кладу рыбу, накладываем сверху шермулу. Можно побольше, это просто острая марокканская паста, что-то вроде карри. Туда входит испанский лук, чеснок, кориандр, петрушка, специи. Я кладу помидоры, перец. И обычно я бы тушил все это от часа до трех. Но все наши ингредиенты уже бланшированы или очищены от кожуры и семян, поэтому понадобится всего несколько минут. Добавляем оливки. Вот они. Отлично, еще немного шермулы. Приятная смесь сладости, кислоты, фруктового вкуса и соли. И немного куриного бульона. Переворачиваем рыбу. Шермула придает ей красивый оттенок. Добавлю еще чуть-чуть соли. Перец. При желании можно положить и лимонный сок, мед, но рыбе не требуется дополнительный привкус, и как только она полностью прогреется, можно снимать с огня. после 10-минутной подготовки ингредиентов для приготовления этого блюда требуется не более пяти минут. А теперь я выложу все это на тарелку. Можно подавать с подогретым на пару кускусом или чашкой рисом. Вы можете сделать острую пасту сами, можете купить. Итак, даже на сковородке у нас получилась прекрасная таржина из рыбы. Любуйтесь. Филе снеппера, шармула, помидоры черри, красный стручковый перец, батат, финики, маслины, куриный бульон, оливковое масло первого отжима. Слово таржина это название североафриканского тушеного блюда и традиционного глиняного горшка, в котором его готовят. А теперь мое последнее на сегодня блюдо очень простой кушанье, которое можно подавать ко всем предыдущим. Это цветная капуста, мой любимый овощ. Некоторые ее ругают, но мне она нравится. И вареное нравится, и жареное в сухарях, без всякого белого соуса. Итак, у нас есть оливковое масло. Разогреем как следует. Испанский лук. Затем положу капусту. Везде говорят, что ее нужно бланшировать, но я просто жарю немного шафрана, чуть-чуть куриного бульона. Можно взять и воду. Не забудьте, шафран всегда кладут в горячую воду. Если положить прямо в масло, вам не удастся полностью раскрыть его аромат и вкус. Так, кладем лук. Морская соль. Некоторое время перемешиваем. Потрясающе вкусно будет с рисом и тажин. И с цыпленком. И даже в холодном виде можно добавить к другим блюдам. Лук можно тушить до мягкого состояния, но я люблю плотность. Так что кладем капусту, чтобы все сразу покрылось маслом. Теперь шафран. Куриный бульон. А я добавлю воду, чтобы капуста была покрыта на четверть. И еще раз. Перемешаем. Капуста начинает приобретать красивый желтый цвет. Оставим ее жариться минут на пять. Жидкость выпарится, а она будет хрустящей и появится аппетитный аромат. Затем я добавлю кедровых орехов и изюма. И все будет готово. Отлично. Пять минут истекли. Капуста приобрела оранжевый оттенок от шафрана. Кладем орехи и изюм. И все перемешиваем. И побольше перцу. У нас получился отличный овощной гарнир. Красный шафран так красиво смотрится. Ореховый привкус, сладость изюма, земной вкус шафрана и характерный самой капусты. Надеюсь, я вдохновил вас на приготовление испанских и марокканских блюд. Попробуйте что-нибудь еще. Вам должно понравиться. Испанский лук. Цветная капуста, шафран, куриный бульон, кедровые орехи, изюм, соль и перец и оливковое масло. В следующий раз мы встретимся на ферме, где мы достанем яиц. Я еще немного поджарю. Я покажу, как приготовить превосходный омлет, французский, итальянский, а также тающие во рту яйца вареные, жареные пашо. Рекомендую достать только что снесенные яйца. До встречи в программе «Свежее и быстрое». Ведущий Нейл Перри, композитор Энди Сидари, оператор Грег Кунг, продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу в ЗАО «Первый канал», «Всемирная сеть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова